Я сейчас буду говорить об введении пациенток высокого риска и об относительно новой концепции ультравысокого риска болезни. Итак, как вы уже видели, вы уже видели эту скучную табличку ранее, и вы видите, что у нас есть группа низкого риска, но есть также группа высокого риска, где балл у нас будет выше 6, соответственно, это 6, 7 и дальше. И не так давно мы также осознали, что у тех пациенток, у которых 13 и выше, это группы так называемого ультравысокого риска. Что же я имею в виду, когда я говорю ультравысокий риск? Какова же разница между просто высоким риском и ультравысоким риском, помимо просто балла по фигу? Итак, обычного риска, высокого риска, это те пациентки, когда вы начинаете у них химиотерапию, то приблизительно у них нет риска умереть в течение первых 4 недель. Но вот эти пациентки, у которых выше 13 баллов, это поскольку у них более высокий риск умереть в течение первых 4 недель от момента начала химиотерапии. Более того, существует и другая разница в том, что будет происходить в отдаленном периоде. При умеренном, обычном, высоком риске у нас нет вот такого риска долгосрочной летальности от резистентной формы заболевания, в то время как в группе ультравысокого риска у нас есть повышенный риск развития резистентной формы болезни и, соответственно, смерти в долгосрочном периоде. Что же может быть с этим ассоциировано, помимо балла, по фигу? Это интервал больше 2,8 лет. Он ассоциируется с более высоким, то есть с ультравысоким риском. Наличие метастазов в печень, только в печени, либо в комбинации с метастазами головной мозга, это особенно плохая ситуация. И также китайские ученые предлагают, что метастазы в почке также могут добавлять к этому очень высокому риску. И также пациенты с генерализованной, очень распространенной болезнью, то есть когда у нас фактически все легкие замещены опухолевыми узлами и есть респираторная недостаточность уже, соответственно, вот это очень высокий риск. Это пациентки, которые умирают рано из-за метаболических проблем, из-за кровотечения. Как только вы начинаете лечить, вы получаете сразу опухолевый метаболический ацидоз, и, соответственно, это все добавляет к смертности, к летальности в течение первых 4 недель терапии. Соответственно, как мы можем избежать подобной летальности у этих пациенток ультравысокой группы риска? Вот эти данные были представлены несколько лет назад, которые говорят о том, что если вы начинаете более мягкую индукционную химиотерапию, это 100 миллиграммов этапоциты на квадратный метр, и цисплатин 20 миллиграммов на квадратный метр, 1-2 дня в неделю, затем постепенно увеличивая, и, соответственно, таким образом мы сможем избежать всех этих летальностей от ультравысокого риска в группе ультравысокого риска. Как только пациентка улучшается клинически, тогда вы можете немножечко увеличивать химиотерапию в сторону той дозировки, которая им клинически необходима. Итак, как же мы этих пациенток можем выделить? Во-первых, пациентки с высокой группой риска, у них может быть любая симптоматика абсолютно. Вот, например, у этой женщины, на картинке слева у нее были вот такие и авоскулярные поражения в области десен. У нее начался абсцесс, и она отправилась к донтисту. Стоматолог посмотрел и сказал, вы знаете, не похоже на абсцесс, на самом деле вам нужно посмотреть, вас должен посмотреть хирург. И как только она упала в обморок, вставая с кресла у стоматолога, они вызвали скорую помощь, и она пришла в себя, сказала, что чувствую гораздо лучше, пойду-ка я домой, и, пожалуй, сказали, не, нет, нет, теперь уже приехала скорая, пожалуйста, отправляйтесь в больницу. И так, так они и сделали. Когда она приехала в больницу, безусловно, у нее была нормальная функция сердца, на ЭКГ, они посмотрели на грудную клетку, и, как у всех, с обмороками, затем они сделали, как и у всех пациентов такого типа, сделали тест на беременность, он оказался положительным, у нее были метастазы в головной мозг, и множественные метастазы в легкое, и также это был метастаз вот в области десны, у нее было в поджелудочной, в почке метастазы, то есть ничего в матке, и при этом очень сильно повышенные ХГЧ. На химиотерапии все обошлось, все хорошо. Итак, мораль этой истории такова, любая женщина детородного возраста, у которой может быть вот такие воскулярные опухоли, или непонятные метастазы, всегда нужно измерить ХГЧ, потому что вы можете таким образом спасти ее жизнь. И справа на картинке вы видите химиотерапию, вы видите, как разрешился метастаз, и разрешились метастазы во все другие органы и системы. Итак, соответственно, нам нужно очень широкое поле исследования, когда мы начинаем подозревать вот такую хорион-карциному. И это КТ грудной клетки, абдоминальной полости, МРТ головного мозга и малого таза, также позвоночника, и если вы подозреваете, что есть узлы в позвоночнике, обязательно это нужно делать, доплеры нужно сделать, опять-таки, в довершении к МРТ малого таза, затем мы должны посмотреть на ХГЧ в крови и в сыворотке, если у нас и в моче, соответственно, если у нас все нормально, мы можем сделать также ПЭТ, и вот ФДГ-ПЭТ, это нам очень помогает в самом начале диагностических процедур, но также и в более, так скажем, для контроля, и вы должны обратить внимание на то, что биопсия не является обязательной частью диагностики, и биопсию, если вы не можете и так контролировать кровотечение, вы можете только усугубить ситуацию, так генетическое исследование также может быть крайне важно, потому что, если вы не уверены, где первичная опухоль, если это хориоканцинома или это рак легкого, но вы можете сделать генетику для того, чтобы увидеть, что она является неегистрационной или наоборот. Это каким образом мы лечим пациента к высокой группе риска? Эмако – это режим, который используется достаточно часто, и вот этот слайд просто описывает, что это такое, вы видите, что это госпитализация в течение первой недели, затем со второй недели это может быть амбулаторная терапия, достаточно интенсивный режим, и пациенткам действительно понадобится поддержка, это поддержка со стороны голодосимулирующего фактора, и затем вы должны пересматривать интенсивность терапии на еженедельной основе. Каким образом мы организовываем подобную терапию по данному режиму? Вы видите здесь серии пациенток, голубая часть графика в середине – это пациентки высокого риска, вы видите, что это высокий риск, не ультравысокий, и приблизительно 95% они получают хорошие данные по долгосрочной выживаемости. И все это достигается на основе ЭМАКо-режима, потому что 20% тем не менее будут рецидивы, и тогда нам нужна будет терапия спасения. И вот эта верхняя часть графика, зеленая, это пациентки, которые не получили хороших результатов на терапии, это низкого риска пациентки, но тем не менее они не получили хорошего преимущества на терапии одним препаратом, и нам нужна была терапия спасения, и также одна смерть возникла в течение терапии, и это произошло не из-за трофобластной болезни, эта пациентка не могла бросить курить, и у нее развился рак легкого. И еще одна кривая здесь, которую вы видите, та, которая падает к нулю, это выживаемость, и это те пациентки, которые мы думали, что это хорион карцинома гистационного происхождения, но по генетическим исследованиям это был не гистационный рак, это был рак желудка в основном, поэтому неудивительно, что мы не вылечили именно этих пациенток. Итак, каким образом мы лечим тех пациентов, которые терапия спасения для тех пациентов, которые неудачны на МАКО-режиме. Мы видим, что цесплатин является очень активным агентом в течение первой недели, это также альтерация у нас здесь будет каждую неделю, и на второй день МА у нас нет здесь данных по... Действительно, очень токсичная терапия, и, соответственно, нам нужно поддерживать функцию спинного мозга и почечную функцию, и очень многие пациентки на этой терапии не могут ее переносить далее. Соответственно, нам нужно было что-то, что является менее токсичным. И в середине 90-х был развит вот такой режим, этот паклитоксил и цесплатин в течение двух недель, и затем паклитоксил и этапозит. Я не могу вам показать данные по токсичности, но могу сказать, что это менее токсичный режим. В любом случае мы не видим нитроперенического сепсиса у этих пациентов, которые очень часто возникают на АМАКО, и просто, если подвести итог, ИПИ, ИМА, и по сравнению с ТИИ, ТИПИ, нераномизированные исследования показывают, что в 75-80% случаев мы можем спасти пациентов, которые неудачны на АМАКО, но тем не менее, режим ТИИ, ТИПИ является менее токсичным. В Китае вот эти препараты используются, это другие режимы, они являются более популярными, и они очень активные, надо сказать. 5, они не очень хорошо работают на западной популяции, они слишком токсичные, я полагаю, и, скорее всего, это связано с тем, как их метаболизируют, так скажем, женщины западной популяции по сравнению с азиатской популяцией. И Б-прижим, Т-прижим, Джем-ТИП, это разнообразные режимы, которые также используются в разных клинических практиках, и у них разная активность. Надо сказать, что БЭП, это режим, который достаточно токсичный и не самый активный препарат для лечения ГТН. Как насчет высокодозной химиотерапии? Если ваша стандартная терапия хорошо работает, то все хорошо, но, возможно, они достаточно активны для того, чтобы достичь хорошей ремиссии у пациенток, тогда вам нужны гораздо более высокие дозы, которые в норме могут убить пациентку, потому что вы, в общем-то, разрушаете костный мозг. Но мы можем заморозить, так скажем, костный мозг до того, как вы даете такую высокодозную терапию, затем сделать повторную инфузию. и вот это спасает приблизительно 40% пациентов. Подобная техника либо напрямую, либо, так скажем, косвенно приблизительно 20-25%. Есть и другие препараты гемцитабин, и вы, наверное, слышали эти препараты, и также хирургия может нам помочь. В данных случаях лучевая терапия, она может быть действительно очень хороша, особенно, если у вас есть фокальная болезнь или какие-то очаги, которые остались в головном мозге, которые вы не можете их убрать при помощи хирургии, тогда сериотоксическая лучевая терапия может быть применена. И я не могу сказать, что я поддерживаю лучевую терапию всего мозга, потому что, вы помните, это молодые пациентки, таким образом вы можете получить очень серьезную долгосрочную токсичность, если вы предоставляете лучевую терапию всего головного мозга. Соответственно, если мы сравним наши данные с Соединенными Штатами, в Соединенные Штаты они не получили лучшей выживаемости при том, что они давали лучевую терапию всего головного мозга. Итак, высокодозная терапия в Соединенном Королевстве, вот у нас есть данные, которые мы опубликовали в этом году, 32 пациентки, которые в основном пролечили карбоплотином, это цемирным плотоксилом, 22 пациентки у них была высокодозная терапия и затем двойная медиана выживаемости на трех предыдущих линиях терапии. Если вы посмотрите на этих пациенток, то у них в анамнезе была карцинома или ПСТ. надо сказать, что здесь у нас равное количество подобных пациенток и я могу сказать, что все эти пациентки достигли ремиссии от высокодозной терапии и никому из них не потребовалось хирургическое вмешательство по поводу резидуальной опухоли. И вот это хирургическое спасение это женщина, у которой было низкого риска хорионкарцинома и вы видите, что у нее были множественные раунды лечения, множественные линии лечения и была даже трансплантация сухожилия сделана и затем вы видите, что она получила у нее были множественные узлы активной хорионкарциномы и затем был эскалируем режим нацисплотини в течение пяти недель пять миллиграмм цисплотина и пятьсот извините тефицита и шестьдесят миллиграмм на квадратном цисплотина каждые две недели и пациентка нормализовалась на этой высокодозной терапии, но тем не менее была остаточная узел в левом легком соответственно была сделана тракотомия и была обнаружена активная карцинома и все узлы в головном мозге исчезли на эскалированной терапии но тем не менее на остаточной была также сделана зерокартическая лучевая терапия и она достаточно хорошо живет это было в 90 еще все сделано это в общем-то высокодозная такая агрессивная терапия и мы достаточно хорошо справились теперь давайте поговорим о новых препаратах вот эти опухоли они действительно экспрессируют эпидермальные факторы роста и мы не обнаружили мутации в этих рецепторах то есть это не похоже на рак легкого но тем не менее мы лечили эрлотинибом и гифетинибом и пациентки отвечают очень вискулярные опухоли антивискулярные препараты можно использовать такие как бивазазумап он может работать и мы попробовали в нескольких случаях и увидели отсутствие ответа также можно использовать антихагачи антитела или вакцины много лет назад Кенберг продемонстрировал который первый в общем-то начал заниматься этим вопросом с нервом крыльевстве они ради метки и он лечил пациенток со множественной лекарственной резидентностью но мы не повторяли его опыт с того времени и у нас не было такого опыта соответственно мы не знаем насколько эти препараты будут валидными на данный момент существуют и другие воскулярные маркеры включая антиэндоглин антитела которые у нас есть сегодня в доступе мы попробовали с бивазазумапом в комбинации у шести пациенток из этих пациентов ответил это состояние ремиссии и соответственно сообщение в том числе было опубликовано в восемнадцатом году эти опухоли на самом деле являются происходят из трофобласта трофобласта он уходит из-под действия иммунной системы поскольку если бы он этого не делал никто бы из нас сегодня здесь не присутствовал мы бы никто скажем так не смог вырастить своих детей поэтому как же это происходит один из механизмов по которым трофобласт избегает воздействия иммунной системы заключается в экспрессии PD-L1 это леганда программирования к личной гибели 1 и вы все знаете об ингибиторах контрольных точек вы слышали об этом и мы считаем что возможно они здесь работают и вот эта вот пациентка у которой было заболевание ультравысокого риска она получала этапозиты цисплатину на левой части графики вот она начинала терпеть как вы видите и и здесь мы не смогли обойтись без химиотерапии поскольку у нее было поражение почек и мозга и ее ХГЧ анаболизовалась на этой терапии затем в итоге она рецидивировала выйдя средний вот этот посерединке пик на графике и была опять назначена химиотерапия и далее у нее наблюдалась вторая ремиссия и опять затем у нее ХГЧ опять вырос и здесь у нее уже были обнаружены очаги в печени и в легких таким образом ей была однозначная дополнительная терапия с эскалированной схемой это позит просто с платина и она дала частичный ответ на эту терапию однако ХГЧ не нормализовалась и на сути он опять начал повышаться и мы ей дали химиотерапию джемтип и пациент сказал что эта схема джемтип была даже хуже чем высокодозовая химиотерапия и таким образом в этот момент у нас закончились варианты и мы назначили пембролизумаб препарат который связывается с ПД1 и вы видите что на пембролизумабе ХГЧ нормализовался очаги в печени исчезли заболевания и в итоге у нее нормализовался ХГЧ и все эти схемы терапии они закончились в октябре 15-го года и сегодня мы все еще не видим каких-либо признаков рецидива то есть у нее вполне устойчивая ремиссия это отличается от рака легки когда вы назначаете типа образовав в течение двух лет или премиланоми и она не исчезает таким образом вот это вот интересно это редкая ситуация и это редкая скромно невозможная ситуация нет у нас было семь пациентов которые как нам представляется отвечают на пембролизумаб включая пациенток с терапевтической опухолью плацентарной площадки у которых высокодозовая терапия была неэффективной было три случая отсутствия ответа на эту терапию и при отсутствии ответа это соответственно это соответственно случаи скорая карцинома терапевтической опухолизумаб и терапевтической опухоли а как определить кто ответит на терапию а кто нет и ответ на самом деле я еще пока не знаю но могу вам сказать что все опухоли были пДЛ1 положительные и очень выраженно получить на пДЛ1 и возможно это можно использовать для отбора пациентов вот что интересно у пациента была масса инфильтрирующих лимфоцитов и мы начали проводить фенотипирование этих в этих случаях и представляется что очень важны здесь клетки CD8 рецепторы а шля первого-второго типа не экспрессируется на этих опухолях поэтому нужно задаться вопрос как же CD8 клетки могут здесь работать поскольку здесь требуется шла первого-второго класса здесь и я опять же не знаю ответа на этот вопрос но что я могу сказать что шля G работает очень хорошо экспрессирован у лиц ответивших на терапию но как минимум одного человека не ответивших на терапию отсутствует также у лиц без ответа имеется меньше инфильтрирующих лимфоцитов соответственно пока еще не очень понятно как же отбирать пациентов если это все сработает это будет работать если будет работать у наших безнадежных скажем так 70% безнадежных случаев как-то комбинационной иммунотерапии и так вот например те кто занимает лечение меланом мы знаем что если комбинация эпилемобаба и нефолумаба лучше чем каждый препарат в монорежиме так что возможно нужно подумать о комбинации и нужно подумать о том как мы можем сбалансировать кромотоксичность этой терапии поскольку комбинированная терапия может быть существенно более токсичной чем монотерапия и также мы должны подумать о стоимости эти препараты безумно дорогие и особенно если вы их собираетесь сдавать в течение полугода и еще один момент которым нужно помнить это касается том как это влияет на фертильность эти препараты однозначно приходят через фетоплацентарный барьер так что они могут много лет присутствовать после терапии и мешать женщин забеременеть и мы не знаем ответ на вопрос на сколько это действительно так нет как в счет ультравысокого риска что можно сказать об этом низкодоза БАИП мы уже говорили возможно потребуется у пациента с тяжелым поражением мозга если имеется геморрагия может быть ты можешь потребоваться нейрохирургическое вмешательство или может быть потребуется какие-нибудь может быть потребуется эмболизационная кровотечения терапия в случае кровотечения терапию нужно адаптировать для поражения мозга и нам требуется можно увеличивать дозу метатриксата и режима МА который грамм на квадратный метр а не 300 миллиграмм на метр квадратный возможно подумайте об интертыкальном введении метатриксата с схемой совместной схемой например ИП те у кого имеются метастазы в печени и мозг мы прочитаем схему МА а не МА и как долго нам нужно дать конституционный курс при стандартном высоком риске мы даем конституционный курс на 6 недель но при ультравысоком риске конституционная терапия дается на 8 недель действительно мы знаем важно или нет нет это просто такое некая некая интуиция и мы просто так делаем некое интуитивное решение когда идет цероскетической лучевой терапии для остаточных поражений мозга мы также стараемся избегать естественно облучения всего мозга давайте поговорим о клиническом случае итак это медсестра 29 лет она только что родила здорового ребенка это было ее первые первые роды и после родов она почувствовала усталость это часто бывает также у нее появилось некоторое головокружение и некая зона не менее на бедре и у нее не останавливалось кровотечение через 15 дней ее муж вернулся домой и увидел что она лежит без сознания в гостиной и он вызвал скорую ее отвезли в местную больницу обнаружилось что у нее отсутствует температура выражена тахикардия выраженная тахипноя и нормальная АД у нее была выраженная дыхательная недостаточность и была назначена ИВЛ на КТ было показано множественные очаги легких печени поджелудочной большая выраженная с выраженной сети увеличенная матка и ткани мозга не были поражены ХГЧ 120 тысяч единиц требуется ли здесь биопсия как вы думаете нет однозначно нет биопсия не требуется это действительно так и так вот ее снимки легкие нафаршированные метастазами вот печень такая же мы видим поджелудочную железу и это большая увеличенная активная сосудистая сетка и так поскорая она была отправлена в клинику Чарин Кросс на ИВЛ оценка по фигу 20 МРТ мозга когда она поступила в клинику показала метастазы все-таки в ДГОНГе то есть их КТ не заметила именно по этой причине МРТ лучше чем КТ также МРТ обнаружила метастаз в кости в правой плечевой кости и это был вечер субботы и какую же терапию вы ей назначите есть ли предложение какую терапию назначите вот такой пациентке МАКО нет нет низкодозовая СП низкодозовая топозит плюс исплатина да да именно так и так раньше мы бы сделали именно то что вы сказали МАКО и мы бы просто убили пациентку таким образом именно поэтому мы ей назначили низкодозовые топозиты с исплатину и к счастью мы ее не убили это было хорошо и еще один момент то что мы сделали мы пытались ее экстубировать по нашему клиническому опыту по ценке на вентиляции если мы их не быстро не снимаем ее с ИВЛ то положительное давление используем для вентилирования легких оно на самом деле разрушает очень хрупкие барьеры в легких и у них начинается кровотечение в легких и в итоге погибают соответственно мы смогли убедить наших смелых реаниматологов удалить интубационную трубку мы ее вели с головным концом опущенным соответственно кровь попадала в легкие и через 48 часов на химиотерапии ее частот дыхания улучшилась сатурация составляла 85% увеличилась до 100% на 100% кислородина улучшилась и в итоге мы через 3 дня смогли с ней поговорить и в итоге мы ее перевели на схему на тот схемы который показан здесь мы назвали интеротекальный метротексат плюс ИП и как вы видите ее ХГЧ нормализовалась и в итоге она вышла в ремиссию и мы завершили терапию схемы поклитоксил плюс табзатезил поскольку она уже не переносила схему ИП это было слишком сильное воздействие для ее скажем так гемопедической системы как начать ребенка нужно ли волноваться о ребенке как вы думаете нужно ли волноваться о том что произойдет с ребенком да я думаю что да нужно об этом быть ненатальная хориокарцинома это редкая опухоль но поскольку она происходит у матери это значит что не может произойти у ребенка как правило она манивестируется в пределах полугода и обычно вначале она проявляется у ребенка раньше чем у матери таким образом обязательно нужно проверить уровень мочевого ХГЧ у ребенка мы это сделали один раз если все в норме тогда не нужно волновать родителей если какие-то проблемы то ребенок и мы говорим детям что если у ребенка будет нарушение развития ростовых показателей тогда нужно повториться к врачу но все закончилось прекрасно она вот вышла замуж через некоторое время и это ее ребенок первый в руках и можно сказать через несколько лет она родила и второго ребенка так что все закончилось прекрасно и так когда же удалять остаточную опухоль в образовании мы об этом же говорим при низком заболевании мы обычно не удаляем остаточное образование поскольку это нет прогноза что это вызывает рецидивы при высокориском заболевании мы не уверены если имеется очень большое образование оставшееся после терапии в высокориском случае мы как правило циток предстоит удалить ПЭТ это ненадежный метод можете получить ложно положительные ложно отрицательные результаты и в случае ПСТ и ИТТ мы об этом сегодня поговорим еще все эти образования нужно удалить что же делать ситуация когда пациент отправляются через 6 дней после химиотерапии мы повторяем все скажем так обследования визоляционные чтобы посмотреть осталось какие признаки патологии мы также даем рекомендацию относительно инсоляции поскольку например на год она у нее может быть повышенной чувствительность мы общаемся с ней по поводу будущей беременности мы говорим что если она может то пожалуйста подождите от 6 до 12 месяцев контрацепция они могут использовать любую контрацепцию которая им подходит мы говорим о риске рецидива и о важности значимости в мониторингах ИГЧ и также мы упоминаем тот факт что мы знаем что у некоторых пациентов возникают психосексуальные проблемы вы слышали эти данные от Мэтью и вот эти данные исследования говорят что у пациентов с низким риском последний рецидив самый поздний цифр пришел через 7 лет и это пациенты то есть и пациенты как у низкого так высокого риска соответственно через 7 лет возникает последний рецидив мы соответственно на этот момент мы прекращаем мониторирование пациентов я думаю что я пропущу этот слайд поскольку всю эту информацию уже слышали в выступлении Мэтью я должен вам сказать что второй рак даже в комбинации с комбинацией терапии составляет находится на уровне нуля даже если мы в 6 месяц терапии и так высокорисковый ГТН общая выжимание составляет около 95% биопсия не является обязательной схемой МАКО является широко используем при ультравысоком риске мы говорим если оценка по ФИГО более 12 баллов и здесь нужно нужно принять понимание нужно адаптировать заболевые случаи поражения ЦНС мы говорили об скажем так резервной терапии высокая индустрия помогает при 40% случаев иммунотерапия новые препараты также могут быть эффективны я хотел поблагодарить вас за ваше внимание и попросить организаторов за приглашение хотите чтобы я сразу перешел к следующей презентации или как как мы сделаем или есть кто-то или есть у кого-то горячий вопрос прямо такой горящий так кажется есть вопрос при наличии метастазов секунду секунду подождите спасибо использовали обычный интертакальный метатрексат при метастазах в мозге всегда ли вы назначаете интертакальный метатрексат да это было стандартным подходом назначать интертакальный метатрексат в присутствии при наличии метастазов мозг необходимо это или нет на самом деле я вам не могу сказать с уверенностью я могу сказать что в некоторых центрах так не делают и таким образом мы это делаем до нормализации ХГЧ в ликваре и тогда мы прекращаем введение метрексата интертакальный Шеффилд например не назначает интертакальный метатрексат однако они также дают повышенную дозу метатрексата со схемой М то есть грамм на метр квадратный на данный момент у них результаты не отличаются от наших так что мы просто сравниваем получаем данные так что возможно мы можем отказаться от интертакального метатрексата в принципе спасибо кому бы вы рекомендовали все таки инвестировать на экспрессию ПДЛ1 нужно ли это рутинно или как по отношению окраски на ПДЛ1 возможно практически вы увидите его практически в любой опухоль которую вы увидите так что это не является селективным биомаркером и он вам не поможет разобраться в том каким пациентам его нужно назначать каким пациентам назначать интерминент мы это делаем только у пациентов где мы считаем назначение пембролизумаба таким образом если ваш вопрос скажет в том кому нам нужно дать пембролизумаб тогда в мере развития ситуации мы возможно будем использовать пембролизумаб возможно даже может быть у более старшего пациента у которых будут получать АМАКО то есть это пациенты стандартного высокого риска возможно мы наверное попробуем начать у них пемболизумаб использовать я не буду давать его у пациентов с низким риском поскольку у нас еще дешевые и очень эффективные препараты для этой группы пациентов которые не влияют на фертильность и я несколько сомневаюсь по поводу назначения пембролизумабу в начальных этапах терапии у женщин которые хотят забеременеть здесь вот я бы подумал но у нас к сожалению нет данных в этом отношении и так я думаю что если вопросов больше нет давайте перейдем к следующему сообщению спасибо и и так давайте поговорим о терапевтической опухоли пациентарной площадке и петерболизумабе это действительно редкие опухоли и уже видели этот слайд который был о нем его показал Мэтью я просто хотел вам напомнить о том что это новая нозология эти петические узелки пациентарной площадки и может быть они могут быть связаны с или могут развиться далее в ПСТТ или ИТТ и возможно это происходит в 10-15% случаев соответственно все это осложняет наше решение по назначению терапии у этих пациентов у которых атипичные узлы пациентарной площадки и так то что если мы сравним это с коррекциономой то менее быстрый рост метастазирования несколько позже и естественное течение также предполагает более частые узлы выражения лимфатических узлов и надо сказать что она менее чувствительная к химиотерапии можно даже сказать что она почти не отвечает и она произрастает из средних трофобластов и очень часто мы сталкиваемся со случаями когда у нас очень много большой объем заболеваний при этом у нас почти что в норме ХГЧ и надо сказать что симптомы так скажем разнятся у многих будет вагинальное кровотечение абдоминальные боли может быть так скажем нарушение менструального цикла и это все зависит от того где локализуется и как презентирует эта болезнь итак каким образом мы проводим исследование так же как и в харион карцином нам нужно огромное количество разнообразных анализов здесь ничего у нас не отличается помимо того что гистопатология является абсолютно необходимой вы не можете поставить этот диагноз без результатов патологии и генетическое исследование также является очень важным потому что вы хотели бы подтвердить действительно ли это гистационная опухоль либо это плоскоклеточная карцинома которая похожа на ИТТ и также очень важно провести генетику для того чтобы понять связь с беременностью и если мы с вами посмотрим на если это локализованная опухоль то гиростоктомия будет плюс химиотерапия или без химиотерапии это будет наш метод выбора и если это была первая беременность то то возможно вы хотели бы сохранить также репродуктивную функцию и тогда фокальная более узкая резекция может быть рассмотрена вы убираете просто узлы но при этом оставляете матку и химиотерапия при метастатической болезни является методом выбора и затем может быть хирургическое вмешательство по поводу любой локализации на матке или гистроктомия и если мы с вами смотрим на химиотерапевтические режимы то это эмо колеба и пи эмо иногда это высокодозная химиотерапия о которой мы говорили чуть ранее так и вот это было опубликовано в ланцете в 2009 году у нас была 10-летняя общая выживаемость в 62 случаях это была небольшая выборка на тот момент у нас не было большого количества случаев 14 пациенток погибли и вы видите что вот здесь у нас интервал между постановкой диагноза и беременностью которая вызвала это состояние соответственно даже если пациентки достигали если это была первая степень то даже если у пациентов была распространена медицинатическая болезнь многие из них стали так скажем у них была хорошая долгосрочная выживаемость соответственно есть предиктивные сигналы которые позволяют нам изменить подходы к лечению если у пациенток больше 48 месяцев после беременности связанной с заболеванием то в этом случае после химиотерапии у нас может быть хорошие исходы и если у нас меньше 48 месяцев плюс медицинская болезнь то здесь высокодушная химиотерапия показана у нас есть определенное количество прогностических факторов и мы скринировали наши данные также в соединенном королевстве вы видите что здесь у нас все пациентки у которых мы сравнивали старые когорты с новыми когортами для того чтобы понять насколько новые подходы к терапии новые препараты вносят свою лепту в выживаемость вот вы видите что мы посмотрели на достаточно большое количество случаев это с 73 по 2014 год вы видите что здесь у нас небольшая фракция из всех трофобластных опухолей 125 это ПСТ или ЭТД и все пациентки вы видите что в этих двух подгруппах здесь у нас схожие данные со схожим количеством пациентов у которых было больше или меньше 48 месяцев после связанной с опухолю беременности и то что касается участков метастазирования самые распространенные это лимфатические узлы малого таза также у печень и легкие самая популярная локализация метастазов самая распространенная соответственно если мы посмотрим на разные подходы к лечению этих двух когорт то вы увидите что существует несколько большее количество первичных хирургических вмешательств в более поздней когорте по сравнению с другой когортой вы увидите что у нас гораздо больше пациентов с ТИА в новой когорте по сравнению с когортой ранней и также что касается химиотерапии существует значимая разница гораздо больше платиновосодержающих препаратов используется в новой когорте по сравнению со старой соответственно использование эмоко начинает исчезать если вы сравните две когорты и вы также можете заметить что гораздо больше высокотозная терапия И сегодня применяется в новой когорте по сравнению со старой. Итак, как же мы с вами, как выглядит выживаемость в старой когорте? Тезилетняя выживаемость была 70% в новом анализе, которая комбинировает новую и старую когорту, было больше 70%. Соответственно, ощущение такое, что мы могли бы справляться с ситуацией несколько лучше. Если вы посмотрите на прогностические факторы в многовариантном анализе, то вы увидите некоторые факторы, которые мы можем с вами сегодня рассмотреть. Во-первых, это возраст, это время, которое прошло с момента беременности, уровни ХГЧ и та же методическая активность. Также инвазию и была ли у них химиотерапия или хирургическое вмешательство по поводу опухоли. То есть, действительно, инвазия не была важна, но вид терапии, вид пособия был важен. И, опять-таки, если мы с вами посмотрим на интервал, это то, что является действительно ключевым моментом. Вы увидите здесь, что у нас кривая, тем не менее, не спускается до нуля. Были пациентки, у которых было больше 48 месяцев, и при этом они выжили. И здесь, конечно же, многое зависит от стадирования. Соответственно, четвертая стадия сама по себе является плохим прогностическим фактором. Если вы посмотрите на стадию, на стадирование и на то, как это влияет на выживаемость, вы видите, что вот этот параметр больше или меньше 48 месяцев и также стадия. Если это больше 48 месяцев и при этом четвертая стадия, то есть, фактически, 4 из 5 выжило, меньше, чем 48 месяцев. Все эти пациентки живы. И стадия третья, меньше 48, все живы, больше 48, 9 из 10 умерли. И это, фактически, общая такая серия. И четвертая стадия, вы видите, что у нас здесь четкий эффект, что четвертая стадия, даже если у нас здесь будет меньше 48 месяцев, вы видите, что, тем не менее, летальность есть, потому что я уже говорил, что четвертая стадия сама по себе является плохим прогностическим фактором. А третья стадия сама по себе не является независимо отрицательным прогностическим фактором. И вот это пациентки, у которых было больше 48 месяцев. И если вы сравните первую когорту со второй когортой, то вы помните, что в первой когорте у нас все 13 пациенток умерли, а в новой когорте 9 из 17 пациенток находятся в стадии ремиссии. И это очень хорошо, потому что вопрос у нас очень, почему это происходит. Вы видите, что здесь есть значимое повышение высокодозной терапии, которая применялась у пациенток в новой когорте по сравнению со старой когортой. Поэтому я хотел бы еще раз это подчеркнуть, что та причина, по которой мы сегодня справляемся лучше, это потому что мы лечим этих пациентов гораздо более агрессивно, режимами, включающими платиново содержащие препараты. Соответственно, это может быть, скорее всего, просто счастливая случайность, но мы полагаем, что, скорее всего, все это происходит из-за более интенсивной терапии. Что касается ИТТ, одинаково ли они ведут себя, как те опухоли, о которых мы говорили ранее? Вот это были мировые данные, которые были опубликованы относительно недавно. Вы видите, что здесь 56 пациенток была, выборка из 56 пациентов, и очень важен, опять-таки, интервал после беременности, больше или меньше 48 месяцев. И опять-таки, стадирование очень важно, потому что стадия вторая имеет гораздо лучше прогноза, чем четвертая. И как минимум, вот в этом раннем анализе мы это видим. Итак, в заключении, я могу сказать, что прогноз больше, чем 48 месяцев после беременности. И стадия ПФИГО-4 – это плохой прогнозический фактор, и он гораздо более значимая стадия, нежели чем третья стадия. Улучшение его общей выживаемости среди пациенток, у которых прошло больше 48 месяцев, скорее всего, связано с повышенной интенсивностью терапии. И вот это последний из алгоритмов, которые мы принимаем сегодня, и по которым мы лечим наших пациенток. Вы видите, что он такой достаточно нагруженный слайд, и потом вы можете его сфотографировать и переварить несколько позже. Я просто несколько слов хотел бы сказать. Я уже сказала о высокодосной терапии, но также иммунотерапия сегодня используется. Мы используем иммунотерапию у этой популяции, действительно, и она не работает для всех пациентов, но, тем не менее, она является достаточно активной. И я думаю, что, возможно, мы будем идти именно по этому пути для того, чтобы избежать высокодосной, очень токсической терапии, гораздо более токсичной, нежели чем иммунотерапии. Как насчет сохранения репродуктивной функции, я могу сказать, что это действительно серьезная проблема, особенно для молодых женщин, которые беременели впервые, и для пациентов, у которых подобную опухолю. Что мы можем для них сделать? Я полагаю, что мы можем сохранить репродуктивную функцию потенциально, тем не менее, это все еще экспериментальные данные. Было некоторое количество случаев, где проводились эксперименты, особенно в Китае, и есть определенные уже публикации, где у этих женщин были дети. Но, тем не менее, у нас есть проблемы с многоочаговой, множественной болезнью с микроочагами, соответственно, у нас есть такие маленькие участки опухоли, которые распространены по всему организму, и вот это огромная проблема. То есть это пациентки, которые проходят подобные модифицированные процедуры для сохранения репродуктивной функции, они должны понимать, что это экспериментальные модели, это не рекомендованный стандарт лечения, но это, если они хотят это попробовать, то они должны понимать, что это может, так скажем, иметь отрицательные последствия. И надо сказать, что то, что касается диагностики, у нас есть прогностические маркеры, которые сегодня мы можем уже принимать внимание совершенно четко, что если у нас прошло больше 48 месяцев, то есть определенные биологические изменения в опухоли, также четвертая стадия является плохим прогностическим фактором. Мы должны помнить, что, тем не менее, у нас выборка очень маленькая, по мере того, как у нас будет больше случаев, по мере того, как мы будем изучать другие прогностические факторы также. И затем меньше 48 месяцев, это, в общем-то, более хорошие, даже великолепные исходы лечения, и у нас сегодня также нужно методическое состояние посмотреть. И мы сегодня, если мы говорим о метастатической болезни, то мы рассматриваем режим ЭМА и резекцию резидуальных очагов, и если это больше 48 месяцев и четвертая стадия, то, скорее всего, нужна интенсивная химиотерапия или иммунотерапия и, безусловно, хирургическое вмешательство. Пожалуйста, помните, что у нас есть вот такая международная база данных, и если у вас есть случаи, то мы бы, если вы их регистрируете, то мы хотели бы регистрировать, чтобы вы их регистрировали в нашей базе данных, потому что я полагаю, что это редкое заболевание, мы должны бы изучать все вместе, как единый коллектив. Я бы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы меня выслушали, и я бы хотела поблагодарить всех, всю команду, которые помогали мне в этом анализе. Спасибо большое.